Обработка горловины пройм полым шнуром. Вот смотрите, если вяжем платье с открытыми, без рукавов летнее такое, очень красиво выполнить, но обработать края полым шнуром. Я хочу показать вам, как это сделать. Вот один рукав у меня уже обвязан. Видите, как красиво смотрится. И это не крючком, не рачишак, спицами. Очень красивая обработка. Я набрала, вернее подняла петельки горловины. Буду сейчас обвязывать горловину. Вот так вот просто поднимаю петельки. Набираю на спицу по всей окружности. Вот все петельки я собрала на круговые спицы. Плечевые швы уже выполнены. И сейчас один ряд провяжу изнаночными петлями. Причем вязать я буду с изнанки, чтобы на лицевой стороне был ряд изнаночных петель. Хотя потом посмотрела. Дальше вот я покажу. Можно, я не знаю, как правильно, но я попробовала. Мне понравились всякие варианты. Вот здесь вот я вяжу ряд изнаночными по лицу. Можно провязать лицевыми по лицевой стороне. То есть, если бы я перевернула вязание и вязала, допустим, с той стороны. Лицевыми тоже. А можно просто начать вязать полый шнур без вот этого вспомогательного ряда. Тоже просто по лицевой стороне. Ну, сейчас смотрим вот этот метод. С изнаночной стороны я вяжу лицевыми петлями один ряд. Вот там у меня получается изнаночные. Я петельки стараюсь вязать скрещенными. Смотрю, как петельку подняла. И в зависимости от того, как она надета на спицу, я выполняю петельку. Вот у меня ряд изнаночных петель с лицевой стороны. Сейчас я буду вязать с лицевой стороны. Я провяжу три петли лицевыми. Раз. Два. Вернее, две лицевые. А вторую, третью провяжу вместе. Дальше я петельки верну на левую спицу. И снова буду вязать их лицевыми. Одна. Вторая. И снова две петельки вместе. Благодаря этому приему у меня петельки одновременно вывязываются такой, как рулик, планочка. И закрываются петельки. Одна лицевая, вторая и две вместе лицевой. Снова три петли, возвращая на левую спицу. И продолжаю вязать. Одна лицевая, вторая и две вместе лицевой. и так, пока не закрою все петли. Вот. Я уже дальше вяжу точно так же. Две лицевые и две вместе лицевые. Одновременно закрываются петельки и вывязывается красивый ролик. Края изделия становится завершенным. Красивым. И вот сейчас я покажу немножко по-другому. Вот смотрите. Это с лицевой стороны. Здесь я оболнительный ряд просто не вывязывала. И вяжу точно так же. Там, видите, у меня просто поднятые петельки. Две лицевыми и две вместе лицевой. Возвращаю на левую спицу. И все повторяю сначала. Выглядит тоже очень неплохо. Тут получается совсем слитно. с основным вязанием. Видите, даже не видно переход. Где было просто вязание рукава, а где вот этот полый шнур. И вот другой немножечко способ провязывания двух петель вместе. Сейчас я покажу подробнее. Возвращаю три петельки на левую спицу. Первую вяжу лицевой. Первую вяжу лицевой. Вторую вяжу лицевой. Третью снимаю. Следующую провязываю. И перекидываю вот непровязанную петельку через эту петлю. Снова снимаю три петельки на левую спицу. И продолжаю вязать. В результате получается вот такая красивая обвязка. Хочу сказать, что эту обвязку можно выполнять сразу же при вязании основного полотна. Но это другая история. Попробуйте. Вам очень понравится этот способ. И он легкий.